Про то, что потом стало библиотекой Boost.MPL метапрограмминг лагер. Там поворотный момент еще была книжка Александреско. То есть там целая компания думает в этом направлении. Я бы мог еще на самом деле привести какие-то там ссылки на статьи, которые примерно тоже в том духе пытаются говорить о том, как промышленные или не очень задачи решать или абстрактные задачи, скажем, с теории графов решать с помощью обобщенного метапрограммирования. Ссылки на статьи многочисленные есть в моей статье, ссылка на которую есть в конце презентации. То есть вы возьмете презентацию, промотаете ее до конца, то есть ссылка на текст, где это более подробно все написано. Ссылка на предшествующие работы. Ну что я написал? Там библиотека такая, она в общем по разным оценкам не очень большая. Там тысячи четыре строк кода. Базовые классы, шаблоны класса, если я буду точно говорить, вот они представлены на слайде. Там нужны нмерная целочисленная решетка, нужна это первое, что здесь есть, и многочлены. Про декодирование я вообще, наверное, ничего не успею сказать, поэтому я начну. И вот несколько примеров того, чего можно делать с шаблонами. Ну я надеюсь, что это будет для кого-то неожиданным. Значит, то есть первое, это рекурсивное инстанцирование шаблонов. Ну можно легко заметить, что многочлены... Значит, мне вообще нужно было для промежуточного кодирования многочленов нескольких переменных. Не так много библиотек на C++, которые это реализуют. Почти на самом деле нет. Ну то есть, понятно, старые добрые многочлены с одной переменной сколько угодно, пожалуйста. Многочленов многих переменных еще не очень. Значит, можно заметить, что многочлены многих переменных получаются, если вы рассматриваете... Ну, например, многочлены двух переменных можно рассматривать как многочлен, у которого коэффициенты, это сами многочлены. То есть такое обложено. Ну там, если немножко еще по-другому подумать, можно сгруппировать члены там, если у вас многочлен от X и от Y, вы при первой степени X группируете, при второй степени группируете и так далее, у вас вот то, что группируется, там будут многочлены уже от Y чисто. То есть, многочлены двух переменных, это многочлен от одной переменной, у которого коэффициенты, это многочлены тоже от одной переменной. Такая рекурсивная история. То есть в принципе можно брать мой тип и писать полиномиал, полиномиал от int, например, вы получите многочлен от двух переменных с целыми коэффициентами. Но это неудобно, если вы хотите, длинные эти штуки писать совершенно не хочется, поэтому делается то, что называется метаобертка. Метафункция в терминах этой книжки Абрахамса Гуртового это любой шаблон класса или структуры, который имеет у себя внутри typedef синоним типа по имени type. Вот смотрите, есть такой простой шаблон mv polytype, который мы если запустим, это вот я говорю, Абрахамс Гуртовой называется метафункция, то есть запуск такой метафункции это обращение к вложенному типу type. Вот если вы пишете mv polytype 2, int, то вы получаете, ааа, забыли, нужно писать mv polytype от 2, int и потом еще две двоеточие type. Ну вот это вот две двоеточие type, то есть обращение к вложенному метафункции с вот такими вот параметрами. Вы получите тот же самый тип, что если бы вы написали polynm, 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 int. И вот смотрите, рекурсивная такая штука, это вот очень похоже на самом деле на рекурсивные функции. То есть у вас есть общая часть, которая двигает рекурсию, это первое определение, и часть, которая останавливает рекурсию, это второе определение, там с единичкой. То есть когда вы говорите, что вы называете mv polytype от единички, вы просто возвращаете в тип polynm от kf. И там аналогичным образом можно делать вот в Rcnt это количество переменных, то есть вложенная константа, которая считает сколько у этого типа переменных. и тип коэффициентов int. Ну и вот я единственное, что хочу сказать, например, умножение на скаляр. Ну то есть нужно, понятно, для этого многочленов, для типа многочленов, реализовать все там возможные альтиментические операции. Одни из самых простых, это, например, умножение на скаляр. Вот здесь замечательно то, что вот в этом коде, то есть это весь код умножения на скаляр. В нем никак не учитывается то, что мы можем инстанцировать шаблон полиномиал с самим шаблоном полиномиал и так далее. Вот эта вложенность, которая нужна, чтобы достигнуть эффекта многих переменных. То есть здесь получается, что если вы вначале вызываете такую операцию умножить равно для многочленов с двумя переменными, то внутри там в цикле вызывается та же самая операция умножить равно, только уже для коэффициентов, которые сами являются многочленом одной переменной. И то есть снова та же самая, то есть компилятор опять-таки с C++ генерирует много вот этих реализаций оператора умножить равно для каждого типа. И все это вот здесь в коде как бы выражено. И такие вещи, то есть это довольно удобно. Оно работает для умножения на скаляр, для сложения тоже работает на самом деле. Несколько сложнее случаи, когда вам нужно одновременно обходить вот эту рекурсивную вложенную структуру полиномов и скажем, вот я сказал, там есть точки целочистой на решетке, то есть просто n-ки целых чисел. То есть вам когда нужно там одновременно двигаться по уровню вложенности типа и по вот этому point n, то есть по массивчику из n целых чисел. Вот там, значит, очень китры штуки и на самом деле хорошего решения, которое бы можно было на пару слайдов запихнуть, я даже здесь не могу привести. Там, наверное, можно еще поискать. Вот, ну и поскольку время кончилось, я, значит, наверное, на этом закончу. Вот, есть ссылка на, значит, статью, в которой это все более подробно написано, с ссылками опять-таки на похожие работы. И вот как заказывал молодой человек, ссылка на сайт проекта, на Google коде, там Mercurial репозиторий, вы можете планировать, с ним там делать что хотите. Но на запись там нету, правда, для всех, я прошу прощения. Вот, вы можете со мной связаться, если хотите поконтрибутить, мы можем. Спасибо. Презентацию на компьютер не забудьте. Она там, просто. Ну, значит, у меня. Кто говорит? Слева. Слева направо. Тут, наверное, не совсем вопрос о предложении. Я когда увидел упоминание метапрограммирования 94-го года, схватился за голову. Ну, там неправильно написано, метапрограммирование С++. Да, еще на лиске было метапрограммирование. Это не соболезно тем, кто занимается метапрограммированием нося, поскольку все укротено до нас. И на самом деле, для действительно, вот, насколько я понимаю, по болта того, что сейчас можно обеспечить метапрограммирование, требуется иметь возможность анализа собой выполняющейся программы. Для этого идеально подходят языки, у которых ход программы описуем структурами данных программы наиболее удобно. Короче говоря, в Лиспе и код программных данных являются S-Expression. Я в курсе про метапрограммирование в Лиспе, значит, то есть принимается замечание, что зря я написал здесь просто метапрограммирование, нужно было написать метапрограммирование на С++. Это совершенно принимается. Вот, Лисп я, значит, не хочу рассматривать по многим причинам. Я говорю, значит, почему выбран язык С++, а не какой-то другой? По многим причинам. Потому что есть библиотеки, которые я использую, потому что там для конечных полей, арифметик и так далее. про переносимость я могу рассказать, про открытость, там, реализация же МНС. Ну вот, вы все это знаете, я поэтому про это как бы и не говорю, понимаете? То есть выбор языка – это выбор говной. А дальше я говорю, что метапрограммирование… Нет, так вы, может, и плакали, и кололись, но как бы… То есть мне очень удобно, я попытался как бы эту мысль принести. Окей? Не, 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 я хочу. Я понял, почему я не освоил ситуацию, просто остался смесь выйти. Субтитры подогнал «Симон»